так и снова здрасте сегодня аж 2 апреля как вы вчера прожили день ничего никто над вами зло не подшутил жизнь подшутила смотрю в зеркало думаю это не я еще еще хуже смотри зеркал думаешь это мог бы быть я так но я прежде чем мы настроечный кружок сделаю пару слов скажу сегодняшнем расписание мы до обеда поработаем пока в кругу племени не танцевальном да просто с ковриками поработаем поэтому я постелил потому что но как-то это нас получается как бы финальный день завтра мы до обеда то есть обедаем а потом едем до завтра у нас такой день завершения завтра будет большой круг мы там все посмотрим семь дней 7 с половиной которым мы занимались что у нас было вот а сегодня хочется сделать такое еще завершение прежде чем мы начнем заниматься собственно говоря двигательной частью да мы хотят тоже двигательны попробуем собрать пять точек баланса том виде как я их рассказывал то есть сделаем что-то типа демо сессии вот но я просто хотел напомнить сюда что все элементы которые мы проговаривали хочется же собрать кого-то единую процедуру с одной стороны у нас пять точек баланса есть там блокноте на одном из заворотов то есть что там по шагам делать как бы понятно одно дело иметь инструкцию другое дело посмотреть на живом человеке как это работает как провести его через эти все вещи с пятью точками баланса с ковриком с вот этой шкалой с проработкой запроса там да со всеми теми вещами это один момент да и второй момент что конечно когда делаешь сессию один на один то эффект не совсем такой в сравнении с эффектом когда человек прорабатывает свои вопросы в кругу да вот здесь у меня стоит плакат про племя и тут ну мы когда рисовали этот стенд мы постарались все ключевые элементы сюда вписать и они тут все есть ключевые моменты проявления формы это то что мы вчера делали да там позволь проявиться переживанием движением телесным формам да вот этим всем вещам когда ты пропускаешь и тебя капля как бы нарисовано пропускаешь через себя ну и обычно когда работают с человеком есть написано вождь да то есть ведущий в общем как бы в племени он вождь называется и есть несколько факторов которые очень сильно влияют я рассказывал про то что например у нас в академии люди работают не в парах а в тройках то есть всегда присутствует еще наблюдатель есть такая довольно прозрачная аналогия вот когда я сессию начинаю да я прошу почувствовать пространство себя и свое тело да или там пространство сознание и тело тело это клиент сознание это ведущий а пространство это наблюдатель когда нет наблюдателя нет пространства и что-то не то происходит и на самом деле можно реально прямо почувствует да что когда есть некий человек у которого нет задачи снука ввести какие-то там тактически отслеживать шаги а именно просто держать пространство и наблюдать то довольно сильно меняется то что в сессии происходит а когда наблюдателем является не один человек а целый круг то вообще очень сильно меняется до можно представить себя что если ты условно говоря там у себя в комнате выйдешь после посередине комнаты включишь музыку и попытаешься проявлять форму это будет один процесс если за тобой будет кто-то наблюдать в этот момент да и допустим как-то помогать это будет другой процесс а если будет круг внимание это будет вообще другой процесс вот и в этом месте я еще иногда рассказывал про она халпин которая к сожалению вот недавно умерла в возрасте 102 года который себя в 50 лет исцелила от рака у него был рак яичников и она врачей сказали ну типа это не лечится вот она себя вылетела танцем она придумала такой себе cancer dance можно мне где-то там есть к сожалению есть большой документальный фильм он не переведен на русский называется breath made visible дыхание ставшие видимым и там есть кусок где она снимала свой танец вот тот самый когда она его придумала она нарисовала картину как это выглядит для нее как мы делали на эмоциях она собрала круг наблюдателей она ее повесила и она вот глядя на эту картину она чуть-чуть такое танцует а как танцева трудно звать там такой же она в общем была сторонница спонтанного движения вот ну в общем как бы а потом она много лет то есть она потом это как-то описала в виде некого процесса и она в принципе считается основательницей вот тех направлений кто сейчас там популярный тип и кстати dance freedom dance то есть когда люди там в общем свои переживания вы танцовывают короче говоря это такая лечебная штука которая позволяет эти все вещи тоже как-то пропускать через себя и вот здесь вот очень важно непрерывное внимание то есть круг наблюдателей поэтому собственно это и есть племя то есть собирается круг наблюдателей один человек выходит в центр с ним ну либо он сам проявляется либо с ним кто-то работает либо один человек либо несколько людей на племени например там могут несколько людей выходить как-то взаимодействовать с ним но всегда есть какой-то ведущий я вот рассказал самом начале да что я когда ходил и хожу на кстати гена там очень сильно чувствуется то есть люди которые такого диджейского бэк-граунд а Exhale не прикольно то есть они считают что вот я музыку типа сделал сет как бы данный колбаси степо как хотите музыка вас вылечит вот есть люди более менее продвинутые снова кузьмин такой да вы не очень четко чувствуется что он как бы он не гиджей к сон четко отсекает что в зале происходит нужно месте подойдет всегда там расkel сует отойдет там пройдет вокруг посмотрит то есть он всегда связей что происходит им у него совсем другой эффект получается то есть как бы ведущий тот сильно влияет на это все. Хоть он и не терапевт, но тем не менее, с точки зрения того, что он делает, он ведущий. Непрерывное мнение и сакральный круг. Это означает, что если у нас начался процесс, то каждый участник, даже если вы просто сидите на стуле и смотрите, вы на самом деле тоже участвуете в процессе, вы вовлечены в качестве наблюдателя. И чем больше вы даете внимания, чем внимательнее вы отслеживаете то, что происходит в сессии, чем внимательнее вы смотрите на клиента, у которого что-то происходит, чем внимательнее вы отслеживаете, что делает ведущий, тем больше пользы получаете вы. Самое удивительное, что очень часто наблюдатели получают не меньше пользы, чем тот человек, который в центре. Потому что они тоже вовлекаются, они тоже переживают, но они держат пространство. Ну и за счет того, что людей много, пространство такое очень ровное получается, выстроенное. То есть даже Если один человек куда-то выпал в свое переживание То это не особо ощущается Потому что такое бывает У меня была даже мысль, что я могу Один будет клиент, а второй коврик будет На всякий случай, для тех, если кого Заколбасит Можете тоже выползнуть, поползать по нему Потому что это очень часто бывает такое Что выходит человек, он что-то там свое прорабатывает А ты думаешь, блин, откуда он знает Узнал, что это у меня такая проблема сегодня И я ее хотел проработать Я же не хотел выходить Мне смелости не хватило А он через все мои переживания проходит И даже если у вас не было таких переживаний Можно как у У Шнарха в книжке Есть такая рекомендация, когда он кейсы рассказывает Семейные пары Во второй книжке это будет Первую мы уже дочитали, еще вторая будет Там есть такая рекомендация Что даже если у вас подобных проблем не было Попробуйте представить себя на месте этих людей Как заместитель Вот это как бы я Вот это мог бы быть я И проходишь через те же переживания И ты понимаешь, что да Может быть это как бы не имеет к тебе прямого травматического отношения Но ты через это проходишь И тоже что-то в тебе там отпускается Понимается Ты начинаешь лучше понимать других людей Ты понимаешь, почему они себя так ведут Ты понимаешь, откуда у них это все взялось И у тебя тоже внутри что-то такое разжимается Потому что ты все равно часть этого поля И все они на тебя влияют Так что проявление формы Это собственно основной процесс Проявляем все переживания, все движения, все телесные формы Все эмоции Есть ведущий, который за этим процессом следит То есть мы всегда знаем, что есть тот, кому можно всегда повернуться И он всегда в процессе Он из него не выпадает, он его ведет Есть непрерывное внимание со стороны сакрального круга Видите, такие черти нарисованы Это вы Это я И еще есть вот эта штука Переключение восприятия головой Сердцем, животом То, что мы вчера делали И тут все три элемента задействуются Что вот тоже иногда в двигательной практике этого нет Потому что Ну типа, например, в кстатике говорят Что мы тут не разговариваем Все выражаем через телесные формы Ну я говорил, да И люди потом по уголкам забиваются и разговаривают Потому что человек не может не разговаривать Ему надо Ему надо выгрузиться Ему надо хотя бы после поговорить Хотя бы То есть если бы там, хотя бы, не знаю Сделали бы в конце там Всех по тройкам посадили Сказали бы Ну теперь расскажите, что у вас было Да, уже легче Вот вы видели, когда мы процессы делаем Например, вот эти вектора прокачивали Да, насколько прикольно Когда ты что-то там сделал А потом, как бы, поговорил Да Вот представьте, мы не делали бы А просто тупо молча Вот как бы Мы на в конце С ума бы сошли Просто, да Потому что Надо выгружаться То есть есть фокусировка Медитация Есть выгрузка Надо выговориться, описать Пока выговариваешься Как говорится Уже сам все понимаешь Да Даже то, что они не понимают Совсем другой эффект То есть вот В общем все ключевые эффекты Все ключевые моменты Тут прописаны По поводу обеда Я предлагаю на полчасика Его сократить То есть начать в три И там уже будет прям племя То есть мы начнем Вот с этого процесса Мы его уже делали Мы его еще раз сделаем То есть выгрузим голову Выгрузим чувства Выгрузим телесные формы И потом, собственно Потихонечку перейдем Там есть такие настроечные Уже двигательные процессы И основной процесс В племени Это Он называется Индивидуальный танец То есть когда в центр Выходит один человек И он может запросом К ним-то выходить Запрос он не обязательно Конкретный Он может быть такой Типа хочу поисследовать Что у меня на данный момент Да Я ему включаю музыку В какую-то там У меня есть там Всякие разные подборки Вот И он, собственно говоря Проявляет Мысли Чувства Телесные формы В течение какого-то времени Проявляет И там есть Обычно бывают элементы Контактной импровизации То есть можно выходить Если кто никогда не был У меня на племени И вообще не был На подобных мероприятиях Типа как у Тани Дубининой И не знает Что происходит И что должно происходить И что может происходить Просто наблюдайте За теми, кто знает Тут у нас Кроме нас с тобой Есть кто-нибудь Кто Дубининой обучался Обычно у меня в группе Просто есть там Два-три танцевальных терапевта Они знают Как это делать Есть Вот, да Короче, мы Тут есть специалисты Вот Если что Просто смотрите на то Что будем делать мы Ничего особенного Но в большинстве случаев На самом деле Это опять из той же серии Что это объясняет себе дороже Потому что Когда человек Ну как бы Там первый Один-два танцев Он просто смотрит Как это делается И он догоняет Что происходит Потому что тут как бы Соединяется все Тут есть как бы и поле И то что Вот когда человек в центре Проявляет какую-то форму Вдруг так четливо понимает Что вот здесь Кто-то должен у него быть И нужно просто вот пойти И дать ему там Дай эту опору Или там что-то такое ему дать Как бы да Как-то поучаствовать В контактной импровизации Там еще очень четко Это ощущается Я много раз проверял Когда вот сидишь Думаешь вот тут Кто-то должен быть И я обычно делаю Тяжечку И вот сейчас там Тоже прочитаю Одну штуку Называется Инский подход То есть ты делаешь это Только когда ты ощущаешь Нестерпимое желание Туда пойти Пошел Вот без этого Точно никак не получится Да То есть как бы Он должен тебя инициировать Ты не делаешь ничего По собственному решению Потому что ты решил Там пойти его растормошить Потому что бывают Такие гиперактивные товарищи На границу Сумуществия Которые такое делают Вот И вот сидишь Вот это вот Думаешь Блин Ну кто-то же И вдруг кто-то выходит И делает ровно то Что я себе и представлял И ты понимаешь Что ты не один это чувствовал Что в круге Круг почувствовал Что вот здесь Кто-то должен быть И он должен быть Вот именно в этой позе Вот именно в этой позиции И вот именно так Как-то с ним взаимодействовать Это тоже очень такая Крутая штука Со временем Вы это уловите Вот И очень круто Всегда Так сейчас Я тут найду Вот как раз Я вчера тут Открывал Про этот инский подход Это из книжки Про тонатотерапии Мне очень понравилось Объяснение У Баскакова Про инский подход Значит Я прям Прочитаю Как есть Наверное Да Сейчас смотрю Много Или мало Довольно много Но тем не менее Про инь-янь Ну я думаю Понимают Да Что имеется ввиду Сейчас смотрите Значит Инский подход В терапии Ставка делается На так называемый Инский подход Тотальное расслабление В отличие От в основном Используемого В психотерапии Янского подхода Нами в качестве языка Описание реальности Сознательно выбран Язык Ин Иньянских Взаимоотношений В русском языке Достаточно много Пословиц и поговорок Типа Тише едешь Дальше будешь Чем хуже Тем лучше Медленно запрягает Быстро скачет И так далее Достаточно убедительно Показывающая Как одна поляность Дополняет другую Максимизация Одной из поляностей С необходимостью Приводит к зарождению Другой В общем потом Почитаете Смысл заключается в том Что я стараюсь Сделать так Чтобы меня тот Кто в центре Инициировал На то что я делаю Я не делаю ничего По собственной инициативе Я просто чувствую То что там нужно То что должно произойти И на это Собственно реагирую Это тоже один из важных моментов Потому что Периодически встречаются Такие спасатели Или прорабы Которые выходят В начале Так ты туда сядь За ногу возьми его Тяни Поднимай Поднимай И хочется сказать Плять Расслабься Отойди вообще Тут вот это вообще Не нужно Другое дело Что иногда удивительно Когда Ты на это Смотришь со стороны И такое ощущение Что это все Отрепетировано Потому что Ну как бы Ну так не могут Люди согласованно Двигаться Если они заранее Договорились На самом деле Могут И секрет очень простой Как раз Вот в этом Инском подходе Что прежде чем Что-то делать Ты просто чувствуешь Что требует От тебя Ну вот эта вот Обстановка Которая там сложилась Всего лишь на все То есть просто Не делай того Что идет там От тебя Потому что бывает Такое что Вот Ну пожалуй Все Все остальное В принципе На этом стенде Есть Ясное племя Проявление формы Вождь Непрерывное Внимание Сакральный круг Из таких вещей Ну там Немножко Есть еще Всякие разные Странные ритуальчики Которые у нас появились По ходу Уже такой работы Например Вообще В классике Аутентичного движения Конечно Все это делается Без звука То есть Никакой музыки Не ставится Фоново Ничего Пробовали мы делать Без звука Я уже говорил Да Выглядит довольно Неказисто Потому что Человек кряхтит Попердывает На него жалко смотреть Музыка пускается Фоном Отчасти для того Чтобы просто Сгладить Эту Социальную ситуацию И второй момент Связан с тем Что Если мы Вот Возьмем Так Человечка В виде Этих уровней Есть ситуация Есть оценка Ситуация Есть эмоция Есть телесные ощущения Есть телесное движение То в качестве Ситуации Музыка Она как бы Тоже инициирует То есть Обычно Такая Какая-нибудь Вот музыка Пускается Типа Эмбиента То есть Она как бы Инициирует Потому что Слушая музыку Довольно Легко поднять Какую-то эмоцию Без звука В тишине Довольно Трудно Как бы Да Просто Ее поднять Но при этом Это не Это не Дискотека И не танец Как таковой Потому что Такие у нас Тоже были Персонажи Выходили Танцевали Это как бы Танцем Называется В общем По недоразумению По большому счету В том смысле Что С одной стороны Это и есть Первичный танец Да Потому что Многие Например Плейлисты Которые посвящены Подобным мероприятиям Они называются Как-нибудь Типа Трайвл Дэнс Ну типа Племена танцуют Да Они же танцуют Ну Не польку Там Да И не вальс В лесу Они танцуют Вот как их прет Так и танцуют Вот А с другой стороны Понятно Что это не танец Потому что Обычно Под танцем Понимают Какой-нибудь Ну типа Танго Кизомба Какая-нибудь Где конкретно Понятно Что ты будешь Делать И видимо Синхронизация Между партнерами Достигается тем Что они оба Заранее знают То есть Такой янский Подход Они заранее знают Какое движение Должно быть А здесь Ну все равно Там есть Определенный стиль Определенная музыка Даже например На реальных На танцевально-двигательной терапии Например Стараются избегать Таких вот Характерной музыки Ну типа Танго Не ставят Потому что Понятно Что если ты поставишь Танго То как бы Все будут танцевать Танго То есть Никто не будет Импровизировать Потому что У всех Есть там Определенное представление О том Что под эту музыку Вот так Нужно танцевать А не как-нибудь По-другому Ну хотя Наверное Это тоже прикольно То есть Понятно Что когда-то Это родилось Потому что Ну люди Что-то выражали Из себя Стали это воспроизводить Потому что Дает пережить Какие-то Определенные эмоции Вот Такие дела А и про ритуалы Еще есть такой момент Когда Обычно Центральный Двигающийся Он двигается С закрытыми глазами Все время Пока он это делает Ну соответственно Круг еще нужен Для того Чтобы на всякий случай Он был уверен Что он никуда Там в стену не придет Потому что люди В круге Тоже за этим следят То есть он куда-то Немного пошел Его аккуратненько Останавливают Просто и все Вот В момент Когда он открывает глаза Считается что танец Завершен То есть он открывает глаза Он говорит спасибо Вот И мы обычно даем подтверждение ему Да Вот таким движением Потому что Ну хлопать как бы Глупо Говорить молодец Тоже как-то странно А подтверждение Как-то дать надо Вот это Вот это подтверждение Используют иногда музыканты Вообще считается Что хлопать Это очень грубое подтверждение Оно неприятное По большому счету Даже странно Почему его выбирают В качестве подтверждения Музыкантам Потому что Ну обычно Ораторов захлопывают Как раз Выражая презрение И отвержение То есть Издавая громкие Отрывистые звуки Да А вот как бы Как дать музыканту Подтверждение Так чтобы он С одной стороны Это увидел А с другой стороны Чтобы не было никакого Ну интерференции С тем что происходит Вот такая штука Ну то есть такие Типа волны восхищения Это у нас тоже был Один участник Который Когда мы обкатывали Схему Он говорит Все хорошо Но в конце Как-то странно Когда открываешь глаза Все на тебя смотрят Ты говоришь Спасибо И такой Идешь и садишься Вот что-то не хватает Как будто Какого-то финального момента Не хватает Чтобы мне дали подтверждение Что да Мы это увидели Да Типа круто И да Оно завершено Да Часто бывает такое Что человек там По кругу На каждого смотрит Там Они ему Эти волны отправляют Ну а так вроде все Вот А сейчас Мы этим заниматься Пока не будем Этим мы все Этим всем Мы будем после обеда Заниматься Это и так просто А ну еще Вот есть там Технические всякие правила Что одежда Спортивная То есть всякие Цепочки Сережки И вообще все Что можно оторвать Или испортить Как бы не одевается Не используется Также парфюм Духи И прочие всякие вещи Потому что Ну оно В другой В другой процесс Запускает Да То есть Естественный запах Естественно одежда Не одеваются Никакие юбки Тоже когда на кстати Как смотришь Там Половина народа Приходит повъебываться Понятное дело Разукрасятся Типа такие все Они блять Эзотерические Нахер Вот И все такие Ну да И взять Может быть Какую-нибудь Теплую одежду Если там Где-то вы Допустим Подвигались Потом сели То может быть Стать холодно Чтобы можно было Во что-то там Закрутиться И посидеть Побыть наблюдателем Вроде все Что-нибудь еще Я забыл Ну водичку Возьмите с собой Ну да Коля тут есть Кто-нибудь еще Что-нибудь помнит Что еще Надо сказать Так что В общем После обеда Приходите уже В готовом виде Подготовленном Окей Так На этом Можно сделать Перебивочку Пицца